Меня зовут Филипп Кулин, я маленький хостер из России, занимаюсь в основном шарит-хостингом. И так получилось, что по роду своей деятельности я столкнулся с блокировками много лет назад, начал собирать какую-то информацию, участвовать даже в какой-то нормативной работе, в каких-то совещаниях. Ну и на текущий момент как-то совершенно случайно сконцентрировал на себе большинство информации вообще по блокировкам в России. Я думаю, что больше меня такой информации есть только у Роскомнадзора, но это не точно. Значит, я сразу скажу, что я не буду в своем докладе касаться политических вопросов принципиально. Я попытаюсь обойти вопросы административные и юридические, однако я даю себе отчет в том, что нельзя взять и вырвать техническую часть из остальных вопросов, тогда получится картина неправильная, поэтому какие-то отсылки будут. Также я принимаю, что блокировки они есть, но вот они уже есть. Мы как-то с этим живем, мы должны жить дальше. Собственно, блокировки, в чем проблема, да, казалось бы, ну есть и есть, но не нравятся они нам, может и ничего плохого-то и нет, кроме того, что нам не нравится. Ну, во-первых, основная проблема, ну такая самая большая блокировка, это сопутствующий ущерб. Самый яркий пример — это апрель месяц, когда заблокированы большие блоки IP-адресов облачных сервисов, и, соответственно, много сервисов не работает, большой ущерб нанесен. Вторая проблема — это то, что сами нормативы и практики, они все время изменяются. То есть год назад этот доклад был бы абсолютно другим, вообще другим. Два года назад он, скорее всего, противоречил бы сегодняшнему докладу. Через год я уже вижу, какой он будет, и он будет тоже совершенно другим. Поэтому сегодня это так, через месяц это совсем немножко не так, а через два месяца вообще не так. И за этим надо или следить, но, понятно, работать тоже надо. Блокировки трудно диагностировать. То есть если вы, например, какой-то ресурс попал в блокировку именно по реестру, это как бы самый простой случай. А если те случаи, которые мы рассмотрим дальше, то отличить реальную блокировку от технических проблем достаточно сложно. Вот яркий пример. Буквально две недели назад у Яндекса падал ДНС часов на пять. А я в это время был занят. Я, значит, открываю телефон, и у меня там 500 сообщений, что типа «Расскажи нам, Роскомнадзор заблокировал Яндекс». Ну, потому что действительно определить трудно, а ситуации такие уже были, и люди сразу «Ага, блокировка». Вы никогда не можете предсказать, когда это будет. То есть вот я был занят, а там что-то заблокировали. Там 16 апреля, я мониторинг настроил, мне пришла смс-ка о блокировке. Если вы не уверены, что вас заблокируют, предсказать, когда это будет и будет ли вообще, может, вообще никогда в жизни невозможно. То есть вы сидите, работаете, и работа у вас вдруг закончилась. Рассчитать риски совершенно невозможно, потому что, ну, это может быть у вас виджет на сайте какой-то отвалился, который вы и забыли, что он там есть. А может, у вас весь бизнес ушел. Очень хороший пример непредсказуемости рисков – это Bittrex24. Они в марте месяце очень быстро перенесли свои сервисы в Amazon. И где-то тоже в марте месяце утек документ, который до сих пор может быть фейковый, не знаю, может, кто-то нарисовал его из Роскомнадзора, там, где были подсети прописаны. Amazon очень большие. Bittrex на это посмотрел и что-то сделал. И в апреле месяце они проблем не поимели, когда был заблокирован Amazon. Я вас уверяю, большинству из вас так не повезет. То есть так документы утекать не будут, и они не будут протекать вам в руки. И когда ваш бизнес закончится, вы узнаете уже по факту. В простых случаях, допустим, вы знаете, почему заблокировали. Ну, вот, не знаю, у вас какие-нибудь форумы, еще что, разместили какую-то информацию, какой-то суд признал ее запрещенной, и вы не успели среагировать. Так вот, общение с надзорным органом, оно имеет неприемлемые сроки. Ну, например, сутки. Понимаете, в интернете сутки, это, ну, вы можете потерять, там, пятую часть бизнеса за эти сутки. И все это приводит к некой безысходности. Очень смешно рассуждать, там, над каком-нибудь Дэвидом Хамаком, да, там, заблокировали ему лург, хихоньки-хахоньки. А вот когда к вам это пришло, вот как, например, один раз ко мне пришла блокировочка, клиент указал мой IP-адрес, ну, доменом, который я не управлял. И я вот понимаю, сижу и понимаю, что у меня телефон просто не умолкает, клиент говорит, что все, мы от вас уходим, верните деньги, а сделать я ничего не могу. И никто не может мне в этом помочь, и это вот реально такое вот ощущение такой полной безысходности. Кого касается блокировки? Ну, понятно, что владельцев сайтов и сервисов, да, то есть если вы владельцы сайта и сервисов, вас могут там заблокировать, не знаю, там, случайно, например, по ошибке, это тоже бывает, мы такие случаи видели, или какую-то информацию у вас там запрещенно признали. И вот тут важно, понятно, что это и пользователи сервисов, то есть то, что ваш сайт заблокировали, вы-то ладно, но ведь есть какие-то пользователи, которыми ваши сайты пользовались или там сервисом. Ну, и понятно, что это хостеры и провайдеры, и вот тут насчет провайдеров я отдельно отмечу, что надо понимать, что все проблемы провайдеров, это в том числе и все наши проблемы, потому что провайдеры находятся между двумя огнями, между звонками в 3 часа ночи, а ТАТА у нас Яндекс не работает, и штрафами от надзорного органа, а напомню, штрафы это от 50 до 100 тысяч рублей за протокол, и протоколов таких может быть раз в день. Ну, то есть такие суммы хорошие, и они выписываются, то есть это не то, что возможно, а такие протоколы выписываются, и провайдеры иногда там по полмиллиона в месяц отстегивают на штрафы. Ну и начнем, пожалуй, собственно, про блокировки. Вначале я попытаюсь очень быстро рассказать, как это выглядит, потому что, как я понимаю, достаточно мало народа держит в голове полную картинку. Ну, соответственно, федеральные органы власти или суд принимают решение о запрете какой-либо информации, ну, по каким-то там самим причинам, отправляют это в Роскомнадзор, и Роскомнадзор обязательно вносит это в реестр. То есть у них есть реестр, куда они это вносят, то, что мы называем реестр запрещенных сайтов. Дальше проходят какие-то процедуры или не проходят, их тоже много, это целую лекцию можно читать, и Роскомнадзор, допустим, принимает решение о блокировке и вносит это в так называемую выгрузку. Вот тут надо, опять же, важно понимать отличие. Есть реестр, а есть выгрузка. Выгрузка — это технический файлик, который направляется провайдером, ну, то есть провайдеры его забирают, и провайдеры по этому файлику, собственно, осуществляют ограничения. Ну, и провайдеров проверяют. История с проверкой, она не такая древняя, то есть автоматически их начали проверять буквально года два, поэтому для нас это все так немножко неожиданно было. Выглядит все это вот так, то есть главное понимать, что фильтруется каждым провайдером, то есть не где-то на каких-то трансграничных маршрутизаторах не государственный какой-то фильтр, а каждый провайдер ставит себе фильтр между интернетом и, собственно, абонентами. Соответственно, в каждой своей сети, то есть поэтому я, может, и завтра нарисовал. И я специально указал устройство проверки, потому что устройство проверки, оно изображает из себя абонента. Это важно. Чем фильтруют? Ну, провайдеры могут покупать фильтрованный трафик у вышестоящего провайдера, и тут есть проблема, да, когда вы покупаете трафик у вышестоящего провайдера, провайдер не может определить проблему, техническая проблема или блокировка, то есть он не имеет никакого инструмента, потому что у него трафик уже порезанный, и как бы это не очень хорошо сказывается на его бизнесе. Может купить специальные коммерческие решения, которые есть в количестве, может воспользоваться каким-то опенсорсным проектом, есть один целый, а может свой колхоз сделать. Там нет никакого рок-ин-сайса, и основные проблемы, это, собственно, ну, не прямо, чтобы, в том, что там нельзя написать программу. Ставят обычно, ну, какие есть варианты? Фильтры в разрыв, то есть у вас есть там 100-гигабитный канал, вы поставили фильтры в разрыв, могут, значит, зеркалировать трафик. Зеркалированием трафика проблема в том, что работает это как бы на опережение, то есть фильтр пытается ответить вперед нормального ответа, но, соответственно, если фильтр начал тормозить, штрафы, напомню, 50-100 тысяч рублей. И выборочная маршрутизация, когда берутся IP-адреса, на которых может что-то быть из выгрузки, и трафик на эти IP-адреса отдельно кидается на фильтр, и он там фильтрует. И, собственно, это самый распространенный способ сейчас фильтрации. Цифр никаких нет, нет ни у кого. То есть это, к сожалению, оценочное осуждение, но, судя по косвенным признакам, по тестам, это действительно самый распространенный способ. Он может дополняться тем, что набор IP агрегируется, то есть не просто какие-то 2-3 IP, а если 2-3 IP, берется сразу сеть слэш-24 и кидается на фильтр. Плюс у крупных провайдеров есть специальные службы безопасности, которые специально ищут как бы блоки IP с риском, и они тоже туда на фильтр кидаются. У МТС, например, так делается. И это можно комбинировать с фильтрацией DNS-запросов. Фильтрация DNS-запросов тоже популярная штука, из крупных провайдеров так делает Думру. Ну и, собственно, давайте проблемы, которые вообще все это приносит, поэтапно разберем. Значит, первое, с чего начать? Принятие решения о блокировке. То есть Роскомнадзор принимает решение. Это проблема, так скажем, организации службы поддержки. Роскомнадзор, да, в каких-то ряде случаев должен уведомить владельца сайта или хостера. Адрес берется, ну, вот как для абьюза из публичных данных. Уведомления иногда теряются, адрес берется не точно, адрес не все поддерживают актуальным, ну, и происходят всякие плохие вещи из-за этого. Хостер не может, ну, или владелец сайта не может проверить, не может как бы контролировать, какие запросы к нему ведутся, никакой открытой информации, базы нет. Например, вот у Гугля, по их, вот этой базе сайтов с вирусами, вы можете себя там зарегистрировать как автономную систему, ну, как-то подтвердить, что автономная система, и действительно самому смотреть, какие сайты он считает у вас в автономной системе распространяют какую-нибудь, какие-нибудь зловреды. С блокировками такого нет, то есть вы сидите и рассчитываете только на то, что уведомление до вас дойдет, а вы это прочитаете еще вовремя. Значит, сроки взаимодействия с Роскомнадзором, они такие немножко странные, несмотря на то, что есть нормативы, да, там, за сутки отправить уведомление, за сутки, там, ответить, за сутки принять решение, когда вот вам пришло уведомление, вы говорите, нет, у нас там такой информации нет, мы что-то не поняли, ну, то есть нету ничего, вот, вы прислали, вы сидите и потом неделю, две, три ждете ответа, а может, день, а может, вас заблокируют, а потом ответят, да нет, она у вас есть, такие ситуации у меня были, и, ну, то есть мало кто подойдет в суд, я вообще не знаю таких ситуаций, но это все плохо тоже заканчивается. Вот, опять же, когда пришло уведомление, вы не всегда знаете, а что они хотят, ну, то есть они обычно описывают нормально, в большинстве случаев они нормально описывают, что, ну, что они имеют в виду, но, опять же, я микрохостер, на моей практике было три случая, когда я по описанию не понимаю, там есть такая информация или нет, я даже не знаю, что клиенту написать, никаких протоколов и текстов решения они не выдают, то есть только по суду, хотя у них есть такие протоколы. Ну, решение приняли, провайдер, значит, скачал выгрузку, и дальше он должен с ней что-то сделать, то есть когда он должен применить, как скачал, там, еще, да, ну, есть два варианта. Сутки, и вот тут важно, что сутки и на блокировку ресурса, и на разблокировку, если, ну, вдруг принято решение о разблокировке ресурса. Вот у многих это сделано, как начало обновление маршрутизатора, опять же, из моих историй, это когда я там как-то не вовремя принял уведомление, ресурсы заблокировали, я, значит, там вопрос решил, и я сутки жду, когда меня разблокируют, бизнес, соответственно, не очень ждет. И есть такое, мое любимое вообще время применения выгрузки, это незамедлительно. И сейчас, кстати, вот в нормативах очень часто звучит такое слово незамедлительно, но по устной договоренности это час. Но понимаете, да, устная договоренность, она сегодня есть, а завтра ее нет. Но пока это час. В основном это сейчас прокурорские, вот эти прокурорские решения по экстремизму. Для того, чтобы понять, как фильтруется, надо понимать, что внутри выгрузки. Внутри выгрузки записи, просто так, список записей в XML-ке, четырех видов по типам блокировки, это блокировка по URL, там есть еще домен, содержащийся в URL, IP-адреса, тип блокировки по домену с IP-адресами, домен с маской, это очень интересный тип, да, вот такой со звездочкой, и там тоже содержатся IP-адреса, и тип блокировки по IP-адресу. Ну, понятно, то есть есть IP-адрес, все, его полностью вообще блокируем. Опять же, чтобы мы понимали, о чем идет речь, в каких цифрах, да, тут важная цифра, наверное, в том, что записи там сейчас, я с утра смотрел, 123 тысячи, и самый популярный тип блокировки, это блокировка по домену, к сожалению, то есть это и HTTP, и HTTPS протокол. Провайдер должен перед тем, как блокировать, разобрать выгрузку, и вот с этим тоже проблема, несмотря на то, что я специально обратил внимание, что выгрузка это не реестр, и, соответственно, это как бы некий технический документ, который провайдеру выдается для того, чтобы он принимал какие-то решения. На самом деле, провайдеру приходится очень большую обработку делать выгрузки. Например, многие записи выгрузки перекрывают друг друга. Ну, то есть, если вы взяли какой-то там URL, это не значит, что не будет блокировки по домену, который содержится в этом URL. И таких сейчас, ну, не так много, правда, ну, где-то около трех с чем-то тысяч. URL с фрагментами, вот это и сессиями, да, это вообще ужас, потому что надо понимать, а как вас проверят. то есть, проверка, она новую сессию создаст и скажет, что у вас там пропуск, или как бы прямо вот точно как есть. Это вопрос-таки открытый. И с этим надо что-то делать, то есть, провайдер должен как-то их приводить в какой-то нормальный вид. Неправильные домены и указатели в основном сейчас встречаются только обратные слэши. Бывают пробелы, бывают там еще какие-то, но их быстро убирают, а вот обратные слэши почему-то какая-то прямо у них любовь к ним. Но тут тоже надо понимать, да, что, ну, хорошо, с обратными слэшами вопрос решили, а если они туда плюсик какой-нибудь поставят, да, это всегда должен быть мониторинг, всегда надо вскакивать и что-то делать. И вот тут я еще раз обращу внимание, что проблема провайдера, это наша проблема, что делает провайдер? Мотивация в 100 тысяч рублей, это хорошая мотивация сделать так, чтобы при любой проблеме, вообще при любой, при любом, даже намеки на проблему, рубить, рубить сразу, ну, а потом разберемся, потому что 100 тысяч это такие хорошие деньги. Ну и, соответственно, актуальность IP-адресов выгрузки, именно тех IP-адресов, не которые блокировка по IP-адресам, а вот всех остальных для блокировки по домену, по URL и по маске, она вот примерно такая. То есть, буквально чуть больше половины актуальна, а остальное все какой-то фарш полный. Хорошая картинка, на слайде можете потом взять. И начну я с конца. Вся история блокировок в России, это на самом деле история проверок этих блокировок. Я не знаю, как за границей, у нас это абсолютно точно, это именно история проверок, да, то есть все блокировки делаются не так, как написано, как их делать, а так, как проверят, потому что, как я говорю, 100 тысяч, это хорошие деньги. До реестра запрещенных сайтов существовал, ну, сейчас существует список экстремистских материалов, просто сейчас он в реестре, а тогда он не был. И выездные прокурорские проверки, а почему вы не блокируете, значит, ресурсы из этого списка. И я тоже, вот я микрохостер, я умудрялся попадать на блокировку у меня таких ресурсов. Сейчас существуют выездные проверки, в основном это МВД, ФСБ и прокуратура, но они редки, но они есть. И любимая автоматизированная система Ревизор, это автоматизированная система, которая всех провайдеров автоматически проверяет. Как я уже говорил, сам Ревизор стоит за фильтром, как абонент, то есть он прикидывается полностью абонентом, но сам прибор, он ничего не делает, это тоже важно понимать, то есть есть некий центр управления, который дает задачи и получает ответы. То есть такой удаленный шелл внутрь сети провайдера очень похоже действует, как райпатлас, если кто-то знает, то есть вообще один в один принцип действия. А центр управления автоматизированной системы это такой хайлоуд, потому что значит у нас 4000 операторов связи, у них не по одной сети, а коробочка должна стоять, в каждой сети, то есть не у каждого провайдера, а в каждой сети этого провайдера. И соответственно, у центра управления есть определенные проблемы. Теперь вопрос, есть ли проблемы у самой проверки? Конечно, есть. В прошлом году Спектр 2017, это такой форум в Сочи под эгидой самого Роскомнадзора. Один из начальников одного из управлений главного радиочастотного центра сделал целый доклад о том, какие есть проблемы с проверкой ревизором провайдеров, именно технические проблемы. То есть можно почитать, я просто на него сошлюсь, что это не то, что я там придумал, а проблем никаких нет. Ну, во-первых, проверить, видит ревизор фильтр провайдера, или это кто-то из вас, там, Рома Тимофеев, нашел базу данных ревизоров, и все сайты просто отдают заглушку, похожую на заглушку провайдера. Второй момент, это показатели блокировки. Ну, для всех типов блокировки, что должно считаться, что ресурс заблокирован? Ну, то есть, вот, по IP-адресу, надо как порты просканить, ну, то есть, вот, что с этим делать? То есть, это целая проблема. Показатели блокировки, да, вот, для других протоколов. Как проверить домен по маске? Ну, то есть, вот, по маске, да, вот это звездочки, там же могут быть разные IP-адреса, разные домены. Ставить фильтр на всю полосу, или как, ну, а проверять что? То есть, выборочно хэш какой-то генерировать. Сразу отвечу, никак не проверяют. В принципе. То есть, нормативно такая блокировка есть, проверять ее никак никто не проверяет. И, соответственно, вот с этими проблемами создана методика работы этого реизиора. На экране исчерпывающая методика работы его. Это мой любимый слайд. Я даже не знаю, я вот не очень понимаю, как с этим, ну, чисто вот даже логически, как с этим можно жить, потому что, опять же, еще раз, это 150 тысяч штраф. Для нас, да, ну вот мы здесь не провайдеры, и даже я не провайдер, я хостер. Для нас это все выливается в то, что провайдеры пытаются как-то эту проблему решить. И, соответственно, решают это не всегда, да, удобным для нас способом, а решают это каким-то удобным для них способом. Многие провайдеры получили экзистенциальный опыт. Вообще вся методика блокировки – это такой опытный путь, который, соответственно, стоит каких-то нервов, денег, падений. Сейчас, хотя это немножко устоявшаяся методика. Есть неофициальный чатик в Телеграм, где, значит, провайдеры общаются с сотрудниками радиочастотного центра. Самое интересное, что они действительно там помогают. То есть это реально работающий чатик с реальной помощью. То есть реально сотрудники радиочастотного центра помогают провайдерам. То есть решать их проблемы, там рассказывать, как работает ревизор. Но это все неофициально. То есть никаких документов нет. Есть норматив, способы и методы ограничения доступа. Норматив этого Роскомнадзора, он зарегистрирован в Минюсте. Единственное, что я его специально в конец опустил, это самый низкий приоритет, потому что провайдеры действуют не так, как написано в нормативе, а так, как работает способ проверки. Давайте по нормативу и по примерному опыту, которые есть, я расскажу, как это работает с выгрузкой и, соответственно, как ваши ресурсы, наши ресурсы блокируются. По URL, или по заголовку, если это обычный протокол, если это шифрованный протокол, то применяется способ как по домену. Зачем туда вообще кладут URL с шифрованным протоколом, мне, например, не ясно. Это тоже как бы избыточность. По домену, соответственно, обычный протокол по заголовкам фильтруется достаточно понятно. Шифрованный протокол или фильтруется DNS, об этом чуть попозже поговорим, или смотрится заголовок SNI. Заголовок SNI – это при установлении шифрованного соединения передается не шифрованный заголовок с доменным именем внутри. Или по IP-адресу. По IP-адресу, да, действительно, норматив говорить нельзя, как по IP-адресу блокировать. Но вы понимаете, да, что провайдер, когда у него, например, фильтр начинает барахлить, у него есть еще один уровень, который он включает сразу, как только фильтр начинает барахлить, чтобы не получить штраф. И история с блокировкой по IP-адресу, когда просто по домену есть блокировка, она достаточно частая. Соответственно, сопутствующий ущерб. Ну и все остальные протоколы рекомендуется как по IP-адресу блокировать, но поскольку ревизор этого не проверяет, то кто-то делает, кто-то нет. По домену с маской, ну, теоретически провайдеры и устройства, они фильтруют как по домену, просто как по основному домену, вот без этой звездочки. Поскольку, опять же, проверки нет, то проблемы пока нет. Ну, по IP-адресу или блоку все понятно, да, просто блок IP-адреса, как умеют, там, прямо на пограничном маршрутизаторе иногда. И какие это может вызывать проблемы? Прямо очень хочется отметить этот слайд специально, да, что надо понимать, что блокируются не злые люди. Ну, нет, есть злые люди, там, казино, какие-нибудь там, наркотики, не знаю, а есть добросовестные участники, да, это какие-нибудь, например, я забыл, я забыл, не прочитал письмо, мне не пришло уведомление, я не хотел, у меня не было умысла сотворить зло или держать эту запрещенную информацию у себя на хостинге, да, ну, просто так получилось. И, как бы, вот блокировка случилась. Второй очень большой вид участников, это зарубежные участники, они живут в своем правовом поле, они ничего не нарушают, у них можно посмеяться над, например, этими взятками, они не видят в этом ничего плохого, да, и то, что там в России что-то запрещено, их не касается, они, хостеры, например, там даже не имеют права удалить эту информацию, потому что, ну, как бы, на них законы не распространяются. Они не злые люди, они там растят детей, цветы, все хорошо. И, то есть, вот это важно понимать, да, что мы бьем неплохих людей. Ну, и, собственно, давайте разберем проблемы, да, вот ДНС, фильтрация ДНС, которая рекомендуется нормативом. Первый вопрос, а при чем ДНС? Как я говорил, добросовестные участники. То есть у него действительно там может быть размещена информация, например, юмореска запрещенная, соответственно, а ДНС у него предоставляет какой-то сервис вам нужный, реально там, не знаю, МХ какой-нибудь, или там реальный нормальный сервис, именно как ДНС. Айпи-адреса какие-то он вам дает нужные. Там может запись SPF, там, нормальная. И при подделке ДНС на домен, как бы, получается все не очень хорошо, и вообще не очень понятно, почему. Второй момент – это реализация перехвата ДНС. Ну, то есть перехватывать весь трафик, ну, так и делают на самом деле, перехватывают весь трафик, вычленяют, ну, как перехватывают, просто ставят свой кэширующий сервер, самая распространенная практика, с качеством обслуживания. Вот у меня, например, в офисе дом.ру, ну, меня это замучило, и я сделал, только для ДНС я специально сделал обход дом.ру, ну, потому что невозможно работать, то есть ты открываешь там быстрый сайт и сидишь, ждешь, когда их ДНС ответит. Ну, это, как бы, не очень хорошо. Можно, как бы, это все ускорить, создав свою систему подмена ответов, ну, то есть, соответственно, провайдер, да, должен создавать систему, поддерживать ее, программировать, какие-то там багфиксы принимать. Так тоже делают, но это вот уже совсем редкость. Ну, и при распространении технологии шифрования запросов ДНС, там, современно, особенно сейчас, ДНС оверх HTTPS, да, сейчас вот он всех порвет, не очень понятно, в чем, ну, то есть, не очень понятно, останется вообще этот тип блокировки, да, фильтр по ДНС. Что делать с доменами по маске, я вот тут немножко раскрою, да, то есть, вопрос в том, что, да, домены могут быть на разных IP, то есть, вам придется сканировать всю полосу. Второй момент, что, а что делать с другими протоколами? То есть, вот вы всю полосу сканируете, а, например, запретили только Telegram по маске, да, там, по домену. И вот что с ними делать? Ну, и проверки все равно нет. Еще очень важный момент, это, кстати, вот наше будущее. Что делать, если нету SNI? Что делать, если SNI шифрованное, это новое веяние, и вот сейчас уже основные, как бы, крупные, там, всякие гулы поддерживают этот шифрованный SNI у себя. И что делать, если там вообще какие-то другие протоколы? Там, например, DNS-крипт, он тоже на 443-м порту. Вот у Яндекса, например, DNS-крипт работает, он тоже как вот отвечает по этому. Open VPN очень часто по 443-м порту работает. Что с ними делать? Сейчас этот вопрос, ну, никак не решается, да, кто-то делает так, кто-то так. Некоторые провайдеры, особенно мобильные, действительно, если они не могут опознать это как HTTPS-трафик, они просто его рубят. Такое есть, но он то есть, то нет, в каких-то, в разных регионах по-разному какой-то статистики на эту тему нет. А вот теперь моя любимая тема, которая приведет к некоторому, даже развлечению, наверное, в докладе, это резолвинг домена. Как я говорил, да, ставить на все, ну, я думаю, все понимают, что поставить фильтр на всю полосу, да, то есть у вас 100 гигабит, и вы поставили фильтр, который, значит, что-то там сканирует. Ну, это малореально. Соответственно, что делают провайдеры? Провайдеры берут домены, берут их IP-адреса, и трафик на эти IP-адреса откидывают в сторону. Это делают и крупные провайдеры, и мелкие. В основном крупные, кстати говоря. В нормативе нет, ну, мы все понимаем. В нормативе нет, но ревизор проверяет по реальным адресам. И по реальным, и по тем, что выгрузки. То есть и так, и так. Но, и соответственно, почему используется резолвинг? Резолвинг используется, потому что провайдерам это выгодно. Он дает им возможность откидывать трафик в сторону и фильтровать все-таки не 100 гигабит, а там исходящий трафик чуть-чуть. То есть это по деньгам очень сильно. Проблема проверки. И она выезжает все время, она известна, она известна давно. Все плачут, колются и продолжают так делать. Вопрос, да, сдвига фаз. То есть провайдер взял IP, обновил фильтры, а после этого взял ревизор IP и проверил. В это время IP изменился. Надо понимать, что вот это время, желтеньким, которое помещено, это у меня оно такое большое. Это могут быть миллисекунды. Для техники этой миллисекунды достаточно, чтобы провайдер получил штраф. Ну, или вариант, когда ресурс сменил IP, и провайдер, и ревизор имеют один IP, все хорошо, они вовремя все сделали, только провайдер обновил фильтр на миллисекунду позже, чем ревизор проверил. Ну, и соответствующим, как бы, ущербам. Но понимаете, да, что провайдер будет в такой ситуации делать, ну, вот, то есть он подложит туда соломок очень много. Эти соломки, скорее всего, ну, в какой-то части могут нам не понравиться. Ну, и соответственно, какие еще проблемы с ревизором? Да, то есть балансинге, таргетинг, миграция сервисов. Я смотрел, например, от блокировок, ну, где-то полгода назад убегало около тысячи доменов. Ну, я не знаю, причем они специально убегали, или они что-то такое вот делают. То есть мне не очень было понятно. Какие-то CDN меняют свои IP почему-то. Например, LiveJournal. Все журналы, которые заблокированы, он их почему-то откидывает на какой-то CDN, который вот там слэш-23, по-моему, бегает вот так. Просто по одному IP с этим по 60 секунд и меняет. Зачем он так делать, не очень понятно. Ну, вот такая штука есть. Ну, и любимая моя тема. О, отлично. Протухшие домены. Протухшие домены – это когда у домена закончился срок регистрации, но он остался в выгрузке, потому что никто, соответственно, за этим не следит. Новый владелец домены, который увидел это и купил его, получает, соответственно, контроль над тем типом блокировки, которые в выгрузке. Надо понимать, что в выгрузке могут быть поддомены. И когда вы купили домен, вы получаете контроль над всеми поддоменами. Ну, логично. Но единственное, что сейчас таких доменов около двухсот, но это только те, которые я нашел. У меня скрипт очень простенький, возможно, их там больше. То есть их точно больше, но будем считать, что 200 тех, что вот я знаю. Мы не знаем, сколько доменов уже куплено людьми, которые решили пошутить. Может, их нету. Может, есть. К чему это приводит? Вот июнь 2017 года. Вот здесь хорошая картинка с Roam.ru взятая. Это сбои сайта, все о сбоях. Сбои Яндекса, сбои ВКонтакта, сбои Википедии. То есть люди, когда жаловались, жаловался мониторинг. Вот здесь хорошая картинка с MSKX. MSKX отрицает эту картинку и говорит, что все это ерунда, это был внутренний сбой. Внутренний сбой почему-то по времени точно совпадал с DNS-атакой. Что такое DNS-атака? Человек купил домен вот такой протухший, кинул туда тысячи IP-адресов и начал как бы поливать все, что хочет. То есть в эти IP-адреса начал как бы кидать Яндекс, ВКонтакт. Ну, в общем, поигрался кто-то. Так до сих пор неизвестно кто. Несмотря на то, что все там дули щеки, говорили, нет, такого быть не может. Вот это хороший график мой уже. Это количество доменов выгрузки и мы видим вот здесь такую вертикальную черточку, когда Роскомнадзор 5 июня 2017 года очень сильную чистку провел. Ну, ладно. А, да, очень хороший результат. Вот опять же, вот, вот, прямо для нас. Хороший результат, что одним из, как это, целей атаки были процессинги, платежи банковских карт. Банки отрицают, но я понимаю, что, да, если банки скажут, что они, так скажем, пострадали из-за какой-то DNS-атаки, у них акции упадут. Но по факту реально банки просто вот так задусили. И не работал там целый вечер у нескольких банков, не работала оплата карточками. Вы думаете, что, что они еще не сделают? 14 марта 2018 года. Другой вектор атаки, но тоже из потухших доменов. Купили 4 домена, получили контроль на 400 с чем-то там под доменов и залили туда по 4000 IP-адресов. У Транстелекома, у которого все в порядке по заверениям Роскомнадзора, где-то на 600 тысячах вот здесь переполнилась таблица на маршрутизаторах. И 20% Транстелекома по всей стране прилегло. Но эта картинка у меня не было еще тогда графиков. Она специально сделана именно тогда. И вот тогда у меня появились графики. Не прошло и годы. Ну и моя шутка. Где-то, значит, 5 мая я Леониду Евдокимову говорю, не написать ли нам на графике это график резолвинга. То есть это IP-адреса из доменов и из выгрузки. Говорю, не пошутите нам. Марзянка бы что-нибудь не написать. И через час он говорит, а я сделал. Когда, говорит, тестировать будем? И вот это, соответственно, надпись Digital Resistance. Вот здесь по цифрам видно. То есть мы там по несколько тысяч IP подкалибровались под мой резолвинг. Я постоянно опрашиваю домены. Подкалибровались под мое время, чтобы вот эти печки было видно и начали писать. И второй график, ну там большая надпись была там «Воистину Попов» он еще написал, потому что в день радио. И здесь я очень специально второй график привел, потому что вот здесь видно, как Роскомнадзор наконец-то начал чистить домены. Вот здесь они два домена уже нашли, а два еще нет. Ну, потому что вот эти два домена мы засветили сдуру в новостях. А эти искать надо. Но они доделали, они доделали это. И если вот на момент надписи доменов было под четыре тысячи, то вот они упали до двухсот, и сейчас вот эта цифра двести держится. Ну, то есть они регулярно действительно ходят и чистят. То есть, кстати говоря, это единственная моя эффективная идея, то есть вот это единственный результат вообще какой-то моей деятельности за несколько лет. То есть реально начали, ну вот, хоть что-то. Ну, и, кстати, об авариях, о сбоях. Это вот, кстати, очень важно. Ну, у меня каждый слайд важен. Вопрос допустим, мы говорим, ну ладно, там под IP мы не попадаем, HTTPS как-то нормально блокирует. Ну, проблема в том, что оборудование и программы почему-то не хотят ходить строем. Ну, вы все знаете, да? Ну, не хочет программа ходить строем. Она почему-то тормозит где-то, случаются какие-то сбои, ошибки в программах. И не работает даже простая фильтрация, она нормально не работает. Чуть-то нагрузка и качество обслуживания никакое. То есть вы можете, например, использовать DNS-атаку в простом случае, да, даже сайт не упадет, потому что фильтруется нормально все. Но качество его работы для человека будет плохое. То есть можно как бы так вот полудосить как бы сайты, да, чтобы уменьшать их качество работы. Пример. прошлым летом сайт мото-братан, просто там владелец был в отпуске, сказал, да мне пофиг. Фильтр у... Не помню у кого, но у какого-то крупного провайдера фильтр выдавал... А, у Ростелекома. В нескольких регионах фильтр выдавал почему-то вот эти... Если вы знаете HTPP-протокол, он чанками дает. И он один чанк делал неправильно, я не знаю, как они так умудрились, и, соответственно, на экран мусор валился. Вот. Ну и сколько он там все выходные так проработал, пока у них там с утра инженер в понедельник не пришел, не починил. Теперь еще проблема провайдера. Регламент техобслуживания это, например, не работает сервис выгрузок, что делать? Авария на каналах связи, выгрузку не получить, что делать? Фильтр сломался. Бывает, ну, бывает, фильтр сломался. Вы думаете, есть какой-нибудь регламент работы с этим? Ну, естественно, как бы штраф, еще что-то. Профилактику надо провести. На самом деле есть чит-код, вот я даже не знаю, я его сейчас скажу, и он перестанет быть. Провайдеры в таких случаях опытным путем, как я говорил, после экземпсисиального опыта, провайдеры выключают ревизор, потому что, если вы выключили ревизор, вам звонит там, ну, Роскомнадзор, вы говорите, ой, он сломался, сейчас починим. Ну, у вас вот есть дельта-т между выключением ревизора и звонком Роскомнадзора, ну, еще чуть-чуть, сколько они вам дают его включить обратно. И вы спокойно в эту дельту-т без штрафа спокойно как бы делаете, что вы там хотите. Реально это работает. То есть, кстати говоря, когда была авария на Транстелекоме, многие просто выключили ревизор на всякий случай. То есть, выключили фильтрацию и выключили ревизор. Ну, быстро по фантазиям. Фантазия, что с этим делать? Любимая фантазия белые списки. Ну, первое, критерии включения в белые списки. Мы говорили про саппорт. Саппорт, ну, то есть, у них не очень хорошее, и вы понимаете, во что это превратится. В облаках как работать? То есть, у вас кубернет хочет создать какую-то ноду, и вы, значит, пишете заявку на внесение ее в белый список. Ну, то есть, ваш continuous integration, передаю ему привет. Чудный, волшебный DPI. Говорят, все, вот китайцы сейчас нам продадут крутой DPI, и он будет работать. Производительность. Как бы, ребята, вот предыдущий докладчик делает специальные доклады по производительности DPI, да, то есть, как бы, у DPI нет волшебной никакой производительности, она не работает чудесным образом, это тоже такой же компьютер, которым мы пользуемся. Хранение состояний, то есть, когда вы что-то фильтруете сложное, вам надо хранить состояние. DPI у вас не резиновый, то есть, могут происходить специальные, например, атаки на DPI, которые будут просто его класть. Ну, и обычные сбои, DPI тоже не хочет ходить строем, сбои будут, и кто жил под чудесными DPI в закрытых интернетах, прекрасно знает, что работает оно там так себе. Еще такая фантазия, ну, вот я говорил про проблему резолвинг, и говорят, давайте единый государственный DNS сделаем, все будет нормально. Ну, во-первых, это трудоемкая задача, потому что, ну, DNS вообще как бы легко сделать к себе в офис, а для публичного использования не очень. И главное, что он не решает ту проблему фаза, о которой я говорил, я не знаю, как это нести вот про вот эти фазы проверки, что проблема-то, собственно, вообще никак не будет решаться. Ну, и, собственно, я не очень понимаю, зачем держать государственный DNS, если можно просто в выгрузке нормальные IP-адреса класть. Ну, и такой уже совсем развлекательный слайд, можно ли заблокировать Telegram, я на него серьезно отвечу. Ну, вот на полном серьезе, да, давайте я попробую не шутить и не улыбаться, без иронии. Да, заблокировать Telegram можно, если немножко поменять нормативную базу, законы, поставить DPI, даже, ну, я так написал о волшебных, ну, просто DPI можно поставить, да, которые там будут ловить по размеру пакетов и даже МТП прокси и все, и пренебречь сопутствующим ущербом. Мы, кстати, это видим на примере Ирана. То есть, да, Иран плюет на то, что там еще что-то будет вместе заблокировано тысяча сайтов, но зато они, ну, примерно хорошо блокируют Telegram. Ну, так, то есть, да, это можно. Ну, надеюсь, я донес до вас общее представление о проблеме и, может, это кому-то поможет подстелить соломки. Вопросы, контакты? Если, значит, у провайдеров стоит ревизор, что их останавливает от индивидуального управления трафиком до ревизора? Останавливает то, что если это найдут, а это ищут. Лицензии лишишься и будешь свой бизнес поднимать. Это ищут, действительно. Хотя... Да, можно вопрос по выгрузке. Она доступна и вот то, что лежит на гитхабе, это реально? Нет, она недоступна. ну, так скажем, у нее нет грифа DSP, но по нормативам ее нельзя давать никому. Я ее получаю от анонимных провайдеров, добровольно мне ее заливающие. Я проверяю подпись Роскомнадзора. То, что лежит на гитхабе? А, то, что лежит на гитхабе, это, да, вопрос есть, что лежит на гитхабе, на гитхабе лежит кто-то, ее превращает в файлик и кладет туда. Она реальная, Она реальная, но она, да, проверить это невозможно. Человек может туда подпихнуть все что угодно, проверки нету, я-то проверяю. Соответственно, она просто отстает очень часто, на несколько часов и иногда на пару дней. Филипп, подскажите, пожалуйста, используется ли блокировка по IPv6 и используют ли ее провайдеры? Да, блокировка по IPv6 используется. Да, это интересный вопрос. Блокировка по IPv6 буквально пару дней. Сегодня с утра там был 421 адрес, 421 запись, не знаю, были ли блоки, не посмотрел. провайдеры, да, эти самые DPI, которые, ну, то есть фильтры, которые поставщиками крупными поставляются, большинство из них умеет по IPv6 блокировать, и если у провайдеров, соответственно, есть сам протокол IPv6, то да, блокируется единственное, но ревизор не умеет это проверить. Нет, и сейчас, в ближайшее время не научится. Ну, то есть завтра не будет. Извините, спасибо вам за доклад, я здесь слева, если что. Слева. Слева, вот. Как бы, если смотреть историю в прошлое, допустим, посмотрите тем же телеграммом, и что привело, когда первые волны были блокировки, когда попали прям огромные подсети облак, и было прям тысячи сайтов недоступны. Какие именно уроки с этого провайдеры получили, какие меры предприняли, чтобы подобное в будущем не повторялось? Потому что завтра скажут еще какого-то сервиса блокировать, и причем здесь и сейчас, что опять будем блокировать полуинтернета? Да. Да, но единственное, что провайдеры, конечно, какие уроки? Во-первых, у провайдеров появились сервисы, где можно это не делать. Например, мой домашний провайдер в принципе этого не блокировал. Как он это сделал? Я не знаю. Провайдеры научились вести собственные белые списки, чего бы они не хотели блокировать. просто статистика по звонкам клиентов. То есть клиент звонит, говорит, все, у меня там, не знаю, все умирает, разблокируйте мне эту подсеть. Они говорят, ладно, тут пять клиентов попросил эту подсеть разблокировать. Давайте как-то мы ревизору скажем, что он заблокирован, а этим нет. Но единственное, что вы понимаете, что такой информации вы никогда не получите. У меня есть статистика, но я ее никому не дам, потому что это немножко подстава провайдеров. Спасибо. Да, на всякий случай, у нас времени-то, я так понимаю, не очень много, да? Вы можете меня поймать в кулуарах, я был готов к тому, что меня там час будут мучить. Хорошо. Один вопрос небольшой, профильный. Я работаю в провайдере, то есть я буквально эту ревизору щупал, и может есть какие-то инсайды? Там собираются вообще они прошивку менять или со сраного типа линка менять на что-то человеческое? Потому что несколько раз было такое, что он задыхался, и нам приходилось их перезагружать элементарно. Я понимаю, давайте выйдем в кулуар и позвоним Владиславу. Фил, привет. Тема Гавриченков, куратор Labs. Комментарий, вопрос. Комментарий про DPI, что оно еще, кстати, может себе, это сложное программное обеспечение, оно еще в себе дырки может иметь, как намеренное, так и случайное. Вот, ну, просто уязвимости, да? И оператор в принципе не умеет с этим работать, ни один, ни российский, ни даже зарубежный, не знает, как это оборудование обновлять, отслеживать это все, такого бизнес-процесса у них просто нет. То есть, будет очень плохо. А вопрос в следующем. А ведь этот реестр еще вроде как какие-то VPN куда-то должны себе выгружать, что-то применять. Вот как это чувствует? Значит, попытаюсь в двух словах. По законодательству VPN-ы тоже должны блокировать сайты, как и провайдеры. Для VPN-ов должна быть создана федеральная государственная информационная система, к которой VPN-ы должны подключаться по запросу силовых органов. То есть, силовой орган, говорит Роскомнадзор, вот VPN, спроси, где этот VPN, пусть он к тебе подключится к этой федеральной государственной информационной системе и начнет блокировать. Я считаю, что федеральная государственная система, несмотря на то, что законодательство уже год не существует в природе, потому что к этой же системе должны подключаться поисковики. Все поисковики им просто, я не знаю, пистолет к голове приставили, я не знаю, что они подключают, но ни одного признака существования этой системы нет, поэтому ни один VPN не выполняет этого законодательства. Ну, просто потому, потому что Роскомнадзор даже не может его выполнить. То есть Роскомнадзору не к чему принудить ВПН.